Рисуем мы третий этап, наш третий этап. Пририсовывать я его буду большой кисточкой, 14 она у меня. Видите, она у меня уже старенькая, но она мне безумно нравится. Берем и сбоку беленькую красочку и прокрашиваем. Нужно чуть-чуть краешком кисточки добавить белую, чтобы она прокрашивается удобнее. Немножко у меня, слишком много воды. И опять же прокрашиваем, чтобы тут закрыть наш карандаш. Ее можно взять эту кисточку боком вот так прокрашивать. Если тут немножечко опять же начинает вылезать синий, такой буаш с соприкосновением с водой. Сразу начинает растекаться у нас, но тоже ничего страшного. Здесь пойдет еще сверху желтенький, поверх желтенького. Он еще немножко беленький, поэтому я думаю мы закрасим его. Вот он наш третий этап. Вот он наш третий этап. Закрашиваем все полностью белым цветом. Немножечко если залазит, ничего страшного. Сверху мы можем с синеньким пройтись заново. Вот он наш третий этап. Немножечко мы сюда же с синеньким попали. Так, кисточку мы эту не моем, ее пока вот тут положим. Берем маленькую кисточку, немножечко, у нас беленькая там попала. Немножечко мы поделем. Немножечко мы закрасим. Белый цвет вот тут сверху. Видно вам? Немножечко тут. Вот. Чемточку. Тупая. Если вы заметили, еще там идет лавандовое поле вдалеке. Маленький треугольничек. Он идет как раз у нас напротив дома вот тут вот. Мы его сейчас сделаем фиолетовым цветом. Вот так вот. Вот так вот маленький кусочек. Снова с ним получается. Вот так вот. Маленький кусочек. Тут подлиннее его сделать. А потом подлиннее даже смотрится лучше. За счет того, что под фиолетовой находится белая краска, то темно-фиолетовый у нас превратился в светло-фиолетовый. То есть нам даже белой краски добавлять не придется. Если, конечно, хотите, в принципе, можно чуточку добавить. Чуточку, что там идут полосы такие. Теперь мы берем желтую краску той же самой большой кисточкой. Желтая краска у меня более свежая. Хотя тоже уже заканчиваться начинает. А на месте зеленый. Зеленый нам, кстати, тоже понадобится. Здесь у нас будет с вами желтый цвет вот так проходить. Здесь уже зелененький. Тут посередине желтый. И будет вот здесь тоже зелененький. То есть то, что у меня здесь краска в желтый, сидит зеленая. Тоже ничего страшного. Набираем цвет. И начинаем краситься. Чуть водичку. Так. 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 так легко. Так. 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 Э feя. Так. Так. Тут у нас идет немножко посветлее, также желтая соприкасается с белой краской и становится светлее, поэтому изначально в самом начале мастер-класса я вам сказала, что белой краски понадобится много, белая краска абсолютно везде светло-желтенькая уже стала, тут поцемнее у нас идет здесь в краске зелененький и тут сделать вместе с зелененьким опять же у нас немножко видите заехал на синий, но это ничего страшного, потому что здесь будут стоять деревья и всего этого не будет видно абсолютно и здесь будут стоять деревья, но это будет стоять деревья, потому что здесь у нас есть деревья и деревья, но это будет стоять деревья Лавандовое поле можно сделать поуже, немножечко неровненьким можно сделать. Немножко уголочками срежем, оно более такое у нас становится красиво. Немножечко, можете увидеть, у меня есть немножечко тут оранженький, еще немножко оранженького мы берем. Чуть-чуть вот так вот сверху. Это маленькие, на полянке маленькие бугоручки, может быть, оранженьких цветочков, может быть, бугорки какие-то там. Не знаю, я думаю, скорее всего, там цветочки какие-то. Вот. Здесь вот сбоку зелененького мы наберем, будет позеленее вот тут вот. Там какие-то поляночки у нас идут по горизонту. Там также будут стоять деревья, также не будет особо заметно. Так мы сделаем позеленее. тут желтый и зеленый цвет присутствует. Даже можно, да, сделать вот так вот. Видите, наверное, насколько это все тут получается красиво. Такие мазки зеленым, там и оранжевые, и зумбрудные. Они там все вместе перемешиваются и становятся очень красивыми. вот так вот. Мы немножечко добавим оранжевый. Оранжевый у меня тоже уже немножко подсохло. и добавим ее немножечко. Одним кончиком кисточки мы добавляем оранжевую, а другим кончиком кисточки мы ее размазываем. Вот так вот. Вот. Здесь вот мы ее добавим. Тут немножечко. Немножечко берем желтый, чтобы оранжевый, было не так видно. Вот они. Тут. Вот. Посмотрите, как красиво. Картина начинает преображаться, то она была какая-то синяя-белая, холодная, такая мрачная. А сейчас она уже начинает преображаться, начинает. Появляется белое, точнее желтое, желто-белое такое поле вдали. Появляется лавандовое поле. Сейчас мы с вами будем прорисовывать деревья. У нас зеленые деревья идут. Так, эту кисть мы пока отложим. Ее тоже мы пока не будем мыть, но пусть пока лежит. Возьмем поуже, по-моему, это тройка, если я не ошибаюсь. Возьмем ее и нарисуем. У нас около вот тут лавандового поля есть дерево, зеленое дерево. Смотрите, мы его сейчас здесь нарисуем. Здесь у меня уже все высохло. И мы его нарисуем просто вот так вот. Вот оно у нас там какое-то такое. Нарисуем еще у нас вот тут дерево находится. Крупненькое. Немножко оно, видите, уже становится желтеньким. Это ничего страшного. Так же мы с вами дерево вот здесь вот. Рядышком. Даже может быть это густики какие-то. Его мы тоже зеленым сначала прорисовываем. зелененьким. А потом оно у нас будет синеньким. Тоже такое довольно большое. Поскольку та картина немножечко уже. А у нас формат А3, он получится так шире. И поэтому у нас тут еще как бы лавандовое поле. И еще у нас тут есть место. На этом месте мы нарисуем полянку и деревья. разные. Так. Теперь, значит, берем оранжевый цвет. И оранжевым цветом мы... Все подсохло. Оранжевым цветом мы немножечко прорисуем вот это вот дерево. Вот так вот сверху. Оранжевым цветом. Немножко возьмем зелененькое сверху. Вот так вот. Вот оно, видите, как преображается. Тут немножечко возьмем. Вот. Вот. Моем кисточку. То дерево у нас было... Вот так, подождите. Давайте. Нарисуем бы здесь было у нас оранжевое дерево. Чтобы сразу было все понятно. Оранжевое. Мешать вместе. С той, которая есть зеленое уже. Вот. Оно больше, чем зеленое. Вот так. Мы его сделаем пошире. Так как здесь нужно закрыть пространство лишнее. Вот. Так мы его сделаем таким деревом. Красивым деревом его сделаем. Опять же мы делаем просто чуть-чуть вот так вот кисточкой. Кладем просто краску. Разнобой. Разнобой так кладем, 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 кладем. То, что у вас тут внизу остается пробел, это ничего страшного. Это пускай остается. Пускай через дерево видно полянки наши. Как вот здесь. И здесь вот посмотрите тоже так же. Здесь мы тоже сейчас оранжевое дерево нарисуем. Оно у нас вообще идет вот до сюда. Даже до самого горизонта. Вот. Можно чуть-чуть водичку добавить, чтобы кисточка не так прилипала. Вот. 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 дерево уже такое ветвистое. Просвечивает. Вот. Через него все видно. Это тоже очень красиво. Конечно, по картине. Вот. Через экран не настолько заметно. Но выглядит здесь очень красиво. так, теперь мы берем, берем нашу палитру и оранжевую мы сейчас немножечко оранжевую смешаем, смешаем немножечко с черненьким. Так как у нас вот дерево оранжевое, внизу есть тени. Вот тут вот так вот сделаем. Еще немножко. Вот такой получается грязный цвет. Вот. Еще оранжевую добавить. Вот. Это тени у нас. Как вы заметили, у нас вот тут вот. Вот. Вот у этого дерева их стоит там два таких дерева. Между ними есть тень. Внизу немножечко тень. Сбоку. Вот она. У этого оранжевенького тоже есть тень. Сбоку вот тут вот. 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 Моем кисточку. И поехали дальше. Оранжевые деревья мы подрисовали. Теперь мы будем беленький. Разве. Так. Да. Беленький. Немножечко разведем. Зелененьким. Рисуем немножечко вот тут вот кончики деревьев. Можно даже белую разведем прямо в зеленом цвете. Немножечко вот тут она у нас немножко подсохла. Тут немножечко она проходит. Тут проходит. Даже можно чуть-чуть беленькой добавить. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. И немножечко беленький. Вот. Вот. Красиво как. Тут мы беленький немножечко разложим. И здесь тоже беленький. Вот так беленький. Вот так беленький. И здесь тоже беленький. вот так беленький. Поскольку у нас оранжевый цвет на кисточке есть без одного. И тут немножечко оранжевого положим. беленький. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. вот так вот у нас третий этап. Вот мы сравниваем. У нас здесь все есть. Остались два дерева вот здесь вот. Мы будем их пописывать тоже. Этой же тоненькой кисточкой. Зеленым цветом. Темно-зеленым даже мы будем рисовать его. Вот. 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 Обычно по краям краски. Она остается более зеленая. И начинаем аккуратненько. И вот так прописываем ровненько. Идем ее кверху. Идем. Вот так вот идем. Идем. Она сначала толстенькая. Потом тоньше, тоньше, тоньше становится. Вот так вот. Первая. И тут рядышком вторая. Вторая она чуть-чуть пониже будет. Тоже толстенькая. Тоже толстенькая. Потом так она заканчивается. Вот так вот. Вот. Ее мы немножечко зелененьким сейчас. Зелененьким. А беленьким. Туточку. Возьмем беленький. А с той стороны будут оранжевеньким. И с этой стороны тоже. Эта зеленая тоже будет беленькая. Туточку. Вот так вот. А с той стороны такой он грязно-оранжевенький. Так вот. Ну сейчас. Нет. Здесь мы не будем. У нас с этой же. Чуточку вот так вот. Как. Совсем много не надо. Сильно рисовать. Вот он чуть-чуть вот так идет. Вот. Вот. Так он очень красивый. Так. Так же у нас идет рядом с оранжевым деревом у нас идет какое-то синее дерево. Синий. У нас тут синяя краска в принципе есть. вот так вот. Вот так вот. Отжимаем кисточку. И вот тут прорисовываем немножечко синеньким. Вот так. Синеньким. Посильнее немножечко синеньким. Поярче. Вот. И сверху беленьким пока мы. она не высохла. Потому что тут немножечко осталось. Разводики такие. Вот. Немножко можно отсюда добавить даже. Вот. Вот. Такое у нас. тут тоже сбоку стоит синее дерево. Даже зеленым немножко. Мы его нарисуем сначала сейчас синим. Потом будет видно. Оно даже видите просвечивает. Полянка видна. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok